Добренько! Очередной обзорчик на повестке дня. И нет, это еще не второй сезон. Просто в подписчиках есть очень настойчивые ребята, которые просили видео именно с инструментом. Поскольку канал у нас небольшой, в поддержке зрителей очень сильно нуждается, ждает мая месяца, желания ни у кого нет, я решил не игнорировать эту просьбу, а запилить серию мини-обзоров. Даже не обзоров, это скорее отзывы о инструменте, поскольку я не являюсь каким-то специалистом или профессионалом именно в области инструмента. Однако, в силу своей работы, в силу своих увлечений, я использую инструмент чрезвычайно часто. Инструменты использую также абсолютно разные. Так что для тех, кто мучается с выбором той или иной модели, я думаю, эти видео будут несколько полезны. Сегодняшний видеообзор у нас будет посвящен перфораторам. И так уж сложилось, что это опять Makita и DeWalt. Итак, Makita перфоратор у нас DCH-R202, DeWalt же перфоратор DCH-263. Сразу хочу отметить, что весь инструмент, который используется для видеообзоров, для видеоотзывов, это мой личный инструмент, купленный за свои деньги. И я этим инструментом постоянно работаю. То есть я считаю, что невозможно составить полноценный отзыв о инструменте, не поработав им определенное количество времени. Значит так, Makita. Makita уже подзатерта, она у меня работает 2 года, и за эти 2 года она показала себя только с лучшей стороны. Очень сильно люблю этот инструмент. Предоставленный же DeWalt перфоратор абсолютно новый. Он еще не был в работе. Именно этот перфоратор не был в работе. Но он куплен взамен утраченного. Точно такого же. Произошел небольшой инцидент, не будем вдаваться в подробности. И я приобрел еще один точно такой же. Что ж, давайте детально посмотрим на эти 2 перфоратора. Внешне они в принципе практически одинаковые. У них обоих горизонтальный двигатель и одинаковая механическая рабочая часть. В ней различий практически нет никаких. Однако в основном эти перфораторы различают. DeWalt нам предоставляет бесщеточную версию перфораторов. И она мощнее, чем Makita. Makita G202 это обычный щеточный перфоратор. Только что аккумулятор. Для сегодняшнего эксперимента я буду использовать батареи одинаковой емкости. 5 Ач. Итак, полностью заряжено. Полностью заряжено. И первое, что бросается в глаза, оснащенный перфоратор DeWalt стоит удобнее, чем оснащенный перфоратор Makita. Однако, Makita перфоратор не оснащен, стоит удобнее. Я считаю, это первый плюс в пользу DeWalt, поскольку чаще всего вы его используете именно так. Если присмотреться к Makita, то видно, что у нее вот эти все усики, все края уже слизаны, потому что я ее постоянно ложу на бок. Вот так вот. Да, это все прорезинено, очень удобно. DeWalt даже здесь просто пластик, он не прорезинен. И отсюда плюс уже в пользу Makita, то есть ее механическая часть лучше защищена от повреждений, ударов и всего остального. DeWalt даже просто пластик. Особых упоров каких-то нету. То есть его лучше ставить вот так вот. Makita же кнопочка. Вот есть специальный выступ, который защищает переключатель. Итак, Makita. Патрон стандартный SDS+. Переключатель сверления, сверление с ударом и просто удар. Триггельный переключатель в защитном резиновом кожухе. То есть он лучше защищен от сверху. Подсветка рабочей зоны. Крепление аккумулятора для его защиты выполнено на виброгосящей подушке. То есть аккумулятор у нас защищен от вибраций. Берем DeWaltовский перфоратор. Также патрон SDS+. Триггельный переключатель. Уже не прорезиненный, просто триггельный переключатель. Прорезиненная рукоять. В принципе точно такая же, как у Makita. Кнопка реверса. Сейчас этот щуп надо вынуть хером собачьим. Итак, смотрим. Переключение у нас сверления. Сверление с ударом. И просто удар. Выполнено несколько в другую сторону. Также оснащен подсветкой рабочей зоны. Аккумулятор здесь прикреплен уже не на виброгосящей подошве. Однако здесь полноценная гемпферная рукоять. То есть это не просто понты производителя. А эта рукоять действительно работает. То есть защищен не только аккумулятор, но еще и рука работающего с этим инструментом. Ну и как я говорил ранее, механическая часть не защищена резиной. То есть прорезинена только рукоять. У Makita же прорезинено абсолютно все. То есть рукоять, защитная рукоять. Непонятно для чего прорезинена, чтобы с двух рук работать. По опыту работы скажу, что Makita держит очень неплохие на себе удары. Вот по ее внешнему корпусу видно, что она у меня не раз падала. И она в рабочем состоянии. Что же касается Деволта. Желтый цвет. Это пиздос. Просто. Вот сейчас он новый, красивый перфоратор. Выглядит просто как Яндекс.Такси. Весь такой яркий, с красными, с желтыми, черными. Очень заметный инструмент. То есть если ты работаешь на каком-то объекте Деволтом, все сразу знают, что у тебя Деволт. Однако он очень маркий. То есть вот такой вот новый, он у вас буквально первые 2-3 часа работы. Потом все. И вот эта вот желтая, она не оттирается. То есть как бы ты ее не мыл, не тер, она все равно остается в царапинках, в задирах. И она грязная. Обязательно пофотографируйте с ним. Оставьте фото на память. Потому что в таком состоянии он будет крайне недолго. Что же касается Makita. За 2 года она практически не изменилась. Да, она потерта. Да, она немножко в пылючке. Но это Makita. То есть весь инструмент Makita выглядит вот так вот. Ну и соответственно возникает резонный вопрос. Почему же я тогда взял опять Деволтовский перфоратор, второй Деволтовский перфоратор, вот в таких ярких желтых цветах. Понятное дело, что в пыли это не очень практично. Ответ очень прост. Во-первых, Деволт мощнее. Здесь 3 джомоля. В отличие от 1,9 от Makita перфоратора. Это раз. А во-вторых, не вес. Когда работаешь под потолком, Деволтовский перфоратор, это вообще сказка. Он весит всего 2 килограмма. Ну это естественно без аккумуляторной батареи. 2 килограмма. Makita весит 3,5 килограмма. И она слабее. То есть работать под потолком на вытянутых руках Makita, но не так комфортно, как Деволтовский перфоратор. О базовых характеристиках этих двух устройств сейчас нам расскажет специально обученный человек. Кудентак. Их Бенкан Клаус. И мы начинаем сравнивать эти два перфоратора. Сразу же скажу, что это две абсолютно разные модели и они не сравниваются. Это не война, это не батл. Это просто технические характеристики. Итак, Makita и Деволт. Начнем с цены. Makita 11620, Деволт 14590. Вес у Makita 3,5 килограмма, у Деволта всего лишь 2 килограмма. Оба этих перфоратора рассчитаны на легионные аккумуляторы 18 вольт. Далее следующие различия. У Makita двигатель щеточный, у Деволта уже без щеточной. Сборка обоих моделей Китай. Хорошо это или плохо, рассчитать уже вам, но сейчас большинство инструмента производится именно в этой стране. И хочется отметить, что качество сборки в Китае очень даже неплохое. Это не как раньше рабы в сарае собирают это все лопатами и кувантами. Сейчас это производится все на станках. Далее мы подходим к энергии удара. У Makita 1,9 джоуля, у Деволта уже 3 джоуля. Частота удара в минуту. Значит у Makita 4000, у Деволта опять больше 4300. Частота вращения 1100 против 1165. Как я уже отмечал, мы не сравниваем эти два перфоратора. Мы просто рассказываем о их особенностях. И Makita перфоратор очень старая модель. Он щеточный, он слабый, он тяжелый. И по идее, опираясь на все эти характеристики, опираясь на цену небольшая ранняя, со всего в 4000 рублей, можно смело сказать, что щеточная Makita морально устарела. Но она еще работает. И неизвестно сколько она сможет еще проработать. Присобачить обратно эту херню, пока я ее не выкинул. Итак, этот перфоратор у нас еще абсолютно новый. Он еще полностью комплектный. Я даже не выкинул щуп. Кстати говоря, недавно столкнулся с таким вопросом, что многие не знают, как пользоваться вот этой вот офигонной линеечкой. То есть они сверлят отверстие, втыкают щуп в отверстие и смотрят, на какую же глубину он зашел. Я не знаю, стоит ли объяснять, как работает эта линейка. Я думаю, все прекрасно знают. Но на всякий случай, она создана не для того, чтобы мерить уже готовое отверстие. Она выставляется заранее на необходимую глубину заплубления и упирается в стену. То есть сверло, когда зашло на определенную глубину, уже дальше не пойдет, потому что линейка уперлась в стену. Все, перфоратор остановился. Что ж, думаю, самое время переходить к практической части работы. Для этого инструмента сейчас настройки как бы нет. Да, мне надо сделать два подрозетника, как раз испытаем каждый в работе. А в остальном будем мучить бесхозные стройматериалы, которые валяются на площадке. Однако, прежде чем мы начнем активно бурить и перфорировать, я думаю, стоит разобраться, как же все-таки устроен сам перфоратор. Что у него внутри, как он работает и вообще для чего все это нужно. Я уже говорил, что это самые простые перфораторы, которые есть. Они с горизонтальным расположением двигателя. Все более мощные перфораторы идут уже с вертикальным расположением двигателя. И опять же, я повторюсь, что работая на высоте, работая под потолком, перфоратором с вертикальным двигателем работать крайне неудобно. Очень быстро устают руки, помогает и выручает вот эти вот маленькие товарищи. Итак, несмотря на то, что мы все привыкли к перфораторам и читаем их обычным инструментом, на самом деле устройство перфоратора достаточно сложное. И на двух пальцах объясните вот тяжело. Сегодня мы рассматриваем перфораторы с горизонтальным расположением двигателя. Они, как правило, более слабые. То есть, если у перфоратора вот так вот пристроена еще одна херотель, это вертикальное расположение двигателя. И, как правило, они более тяжелые и более мощные. Перфоратор можно разделить на две части. Это электрическая часть и это механическая часть. Значит, в электрической части, что мы видим? Здесь у нас расположен электродвигатель. То есть, здесь мы видим ротор, здесь мы видим статор. Могут быть установлены угольные щетки, может быть двигатель бесколлекторный. Тогда вот эта часть упраздняется. Но добавляется еще электриковое управление. Здесь у нас расположен триггерный выключатель. Вот он, вот занимает столько места. Моя может быть обычный выключатель, если старая модель. Но сейчас в основном везде используются триггеры. И, собственно, крепление самой аккумуляторной батареи уже снизу. Но если нет крепления аккумуляторной батареи, то отсюда будет выходить шнур на 220 вольт. Итак, электрическая часть у нас сдвинута от рабочей части, механической, как можно дальше. То есть она у нас находится практически в рукояти. Это все связано с тем, чтобы она меньше забивалась пылью. Хотя, если работаешь на хорошем объекте, пыли очень много. И забивается вообще все. И потом пыль находишь в таких местах, что даже не знал, что она у тебя есть. Ну, давай. Переходим к механической части. Это основа всего перфоратора. Значит, основная рабочая часть это подшипник-качейник, который двигает поршить, ударяет об ударник. Он идет в баёк и мы получаем вот здесь вот уже тык-тык-тык-тык-тык-тык. Что мы здесь имеем? Значит, ствол ударного механизма это все вот это. Вот час патрона. Это уже на выходе баёчек, который бьет в часть патрона. Ударный механизм, он же ударник и подшипник-качейник. Управляется все это вот этим вот механическим переключателем, который расположен вот на этой части перфоратора. Здесь стоит пружина, при повороте переключателя в режим сверления она отводит подшипник качения от байка, и перфоратор просто вращается. То есть происходит передача через электродвигатель по шестерне, вот сюда вот, и вращается вся вот эта вот часть. Если мы хотим получить просто удар, мы переводим переключатель уже на режим удара, то есть у нас включается обратно подшипник качения, который начинает бить. То есть основная передача вращения от электродвигателя, который идет сюда, не переходит уже на рабочую часть самого ударного механизма. И мы получаем, естественно, только удар. Несмотря на то, что механизм слегка заковырестный, на словах получилось достаточно просто. Я не знаю, надо это кому-нибудь или не надо, большинство людей просто работает инструментом, не вдаваясь в его технические характеристики. То есть если он должен крутить, он должен крутить. Должен бить, значит должен бить. Должен совершать продельно поступательные движения, но какие могут быть к нему еще вопросы. Пусть совершает, как он это делает, сколько там людей участвовало в разработке, что они там придумывали, выдумывали, какие патенты запатентов давали. Это никому абсолютно не касается. Это касается только тех людей, которые производят инструмент. Ну и, соответственно, тех, кто его обслуживает и ремонтирует. По традиции всегда у нас есть невольная жертва, и сегодня это невольная жертва, блок ФБС. По-моему, тридцатка на шестьдесят. И сейчас на нем мы будем ставить наши экскременты. Соснавская у меня здесь не очень, значит есть бур шесть, восемь, десять миллиметров и лопатой. Ставим шестерочку и похерачили. Ну, не скажу, что ей было тяжело, ну и не особо легко. Давайте посмотрим теперь Деволт. Гнездо еще не разработано, тяжко входит. Девственный перфоратор. По сравнению с Макитой вообще лютый зверь. Намного проще ему было. Переходим к восьмому буру. Начнем с Деволта. Он уже в руках. Ага, да. Хорошо. Теперь та же самая процедура с Макитовской. Да, два года подрошаталась. Ну да ладно, похерачим. Я думаю, даже не стоит объяснять, что Макита справляется с этим тяжелее. Давайте десятку. Ну, очень-очень тяжело. Вяленько. Ну и Деволт. Вот здесь вот. А вот ему намного проще. Прям вообще без особых усилий. Бурить бетон сверху вниз это самое легкое, что может быть. Потолков у нас здесь, конечно, нету бетонных. Но можно попробовать на примере бетонной стены. Начнем с Деволта. И будем здесь использовать уже десятку, наверное, по максимуму. А можно иметь немножко, получается, в практическое час? Нет, нельзя. Вообще налегке. Несмотря на то, что бетон мокрый, прям вообще налегке. Ну разочек-то, а? Ну что тебе стоит? Хер Клаус, сказал же, что нет, тебе опасно давать инструмент в руки. Так, ну а мы продолжаем. Берёв Макитону. Импровизированная стена у нас та же самая. Бур тот же самый. Сверление с ударом. Поехали. Как ни странно, Макита прошла точно так же налегке стену. Итак, собственно, вопрос. Я говорил, что бурение сверху вниз самое простое бурение, которое только может быть. Однако, почему же перфораторы справились с горизонтальным бурением проще, чем с вертикальным? Ответ очевиден. Это продукты бурения. То есть пыль. Когда мы бурим сверху, вся пыль остается в скважине. И она налипает на бур. Буру тяжело, его приходится постоянно гонять вверх-вниз. Когда мы бурим стену, его тоже приходится гонять туда-сюда. Но продукты бурения, то есть это пыль, она больше улетает со скважины. А вот бурить потолок еще проще. Потому что вся пыль попадает нам в глазки. В глазки, глазочки, глазюшеньки. Вообще красота. Это у меня очки есть. То есть я могу спокойно бурить под потолком, да? Мать твоя женщина, сказал же, что нет. Нет, не мать. Как нет? А ну стой! Итак, я отобрал перфоратор у старого извращенца. И сейчас мы будем проверять его на удар. Естественно, портить нормальный блок ФБС я не собираюсь. Но есть куча бесхозных плит. У меня здесь вообще дохренища бетонная. Можно экскрементировать бесконечно. И попробуем побить. Так, переводим в режим удара. И бьем. Сразу скажу, что это не лучшая идея. Бить такими слабыми перфораторами бетонные плиты советского производства. Армированные, бетонные, старые плиты. Но пускай будет так. Не стоит сразу судить о бесполезности этого теста. Бетон для них тяжеловат. Эти перфораторы не для этого созданы. Но и кирпичной стены у меня здесь нету под демонтаж. Кирпич эта малютка крошит. Ну, просто замечательно. Ну и последний тест с пользой для дела. Мне надо пробурить два отверстия. Чтобы вставить подрозетники под будущую электропроводку. Моей будущей мастерской. Которая до сих пор в процессе. Никак не закончится. Да и к работам мы, собственно, еще не приступали. Значит, 67-я коронка. Перфоратор Макита с аккумулятором 3 Ах, его хватало на 3 таких отверстия. В таком кирпиче на 3 отверстия. Сейчас пятерка. Ну, мы, конечно, чуть-чуть помочили. Но надо сделать всего лишь одно. Естественно, все уже размечено. Ну что, аккумулятор сдох на Маките. Надо проверить Деволт. А у Деволта еще два деления. В экспериментах они участвовали одинаковых. То есть, работу сделали одинаковую. Деволт по энергоемкости эффективнее. Где я отметил следующую? Вроде вот она. Деволт тоже сдох. А под розетик тогда делать надо? А у меня зарядки нет. И как поступать? Вот эти вот варварские методы. Итак, отверстия худобеда мы проковыряли. И как показал эксперимент, самый надежный аккумулятор на камере. Вот такой вот обзорчик у нас получился. Что же мы из него поняли? Аккумуляторные перфораторы это круто. Это мобильно, это хорошо. Но какой объем работ мы сделали этими перфораторами? Просверлили по 4 отверстия каждым. Подолбили немножко бетона. Макита сразу сдохла после этого. Деволтовский же еще пробурел почти 2 отверстия. Итак, если вы задумываетесь о приобретении перфоратора как очередного инструмента на аккумуляторной платформе, будь то Макита, Деволт или любой другой, сначала подумайте, а нахрена вам это нужно? Объем работ на одной аккумуляторной батарее он может сделать ни хера вообще никакой. Я когда работал Макитой, у меня было 3 батареи. Две стояли постоянно на зарядке. То есть он сажает батарею быстрее, чем успевает заряжаться следующее. Это очень неудобно. Если не стоит задача работать где-нибудь на высоте, под потолками, где ты постоянно мутаешься в сотнях метрах этих переносок, в тисненных обстоятельствах или в местах решенных электричества, эти приспособления я считаю нахрен не нужны. Что я хочу сказать напоследок. Да, сейчас появилось огромнейшее количество инструмента на аккумуляторах. От вообще любого, абсолютно любого инструмента на аккумуляторных платформах. Но не стоит его хватать как безумные, как горячие пирожки. О, круто, вот этой штуки у меня нет, аккумуляторы есть, тушка стоит недорого в сравнении с сетевым. Тоже там разница небольшая, возьму его попробую. Есть куча аккумуляторного инструмента, которые стоит купить. А насчет перфораторов все-таки стоит подумать, наверное, трижды. На этом у меня все. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok